В русском регионе нашествие огромных испанских слизней. Их теперь можно встретить в парках и на газонах, на детских площадках и на дорожках. Красно-коричневые экзотические существа зачастую производят неприятное или даже отталкивающее впечатление. Некоторые особи достигают размера с ладонь взрослого человека, но серьезной угрозы для людей не представляют. Тем не менее, специалисты не советуют их брать в руки. Чем опасны слизни и как защищаться от этих моллюсков, узнала Юлия Богоманшина. Они, кажется, уже повсюду. В Москве, на дорожках, в парках, на клумбах и детских площадках. А в Подмосковье с удовольствием проводят время на дачных участках. Легко и быстро расправиться с капустной грядкой или ягодным кустом, испанским слизням ничего не стоит. Они вообще всеядны. Естественно, он капустку будет кушать. А если вы ему хлебушка положите, конечно, он хлебушек съест. А если пивка нальете, он поползет на запах пива, потому что это ему тоже нравится. Они каннибалы еще те. То есть они своего брата, особенно такого раздавленного уже, ну для них первое дело съесть. Он для них вкуснее, чем даже капуста. Испанские слизни или моллюски из рода орион. Красно-коричневого или даже оранжевого окраса. В длину могут достигать 12 сантиметров. У нас данные слизни не вырастают до больших размеров. Его чистенность регулирует сама матушка природа. Так как в теплых регионах более теплые зимы, более мягкие зимы, у нас же они зимуют под снежным покровом, под листвой, травой, где идет естественный отбор. Но оказалось, эти южные гости неплохо переносят и северные зимы. А вот серьезных естественных врагов у них здесь нет. Разве что ежи и птицы небольших размеров. Поэтому испанские слизни активно, беспрепятственно размножаются и довольно давно уже терроризируют и Северную Европу. Испанские слизни гермафродиты. Это значит, для размножения им не нужен партнер. И в этом, конечно, очень большая опасность. За лето одна особь может оставить 400-500 потомков. В Россию испанские слизни, скорее всего, попали несколько лет назад вместе с импортными фруктами, декоративными растениями или посадочным материалом. Слизни весьма неприятны снаружи, но людям бояться их не стоит. Серьезную угрозу для здоровья они не представляют. Ядовитых веществ не выделяют. Единственное, слизь может вызывать аллергическую реакцию. И, конечно, они могут быть переносчиками различных инфекций. Главное, не брать их в руки. Но делать это не рискуют даже гурманы, экспериментирующие с разными видами моллюсков. Потому что, ну, там процентов 70, из чего он состоит, это слизь, которую вы есть не будете. Ну, и невкусно. Хотя, например, курочки едят очень хорошо. То есть у меня были такие периоды, когда я держал куры, я собирал слизь и скармливал их курочкам. Они с огромным удовольствием их ели. А люди, видимо, еще не научились их правильно готовить. Как и эффективно с ними бороться. Юлия Богомашина, Камила Султанова, Сергей Дагихтов.